Всем привет, с вами Кристалл Мэй и Арсений, и Сеня Тренаженко тоже должен ко мне присоединиться, да, он со мной. Привет, Сень. Здрасте, здрасте, дорогие, всех рад видеть, слышать тебя от Дима. Да, я тоже давно с тобой не комментировал, только приехал с Киева. Сразу же Америка, погнали, у нас сегодня очень много, на самом деле, матчей. По той причине, что это полноценный отборочный за один день на EMOklund, и в первом матче мы будем с вами, как вы видите, наблюдать мисфитс против команды Energy. Вы также можете сообщить мне по поводу баланса между мной и Арсением, и игрой, для того, чтобы я мог, соответственно, подкрутить недостающее. Ну, в любом случае, сегодня длинная ночь у нас предстоит. Мы с Димкой три best of three серии комментируем, и надеемся... Я лично надеюсь, чтобы катки получились очень интересные, потому как все-таки в Северной Америке скилл не такой крутой, и, честно, по-хорошему завидую сегодня. Нангани Сусуха, которые, например, смотрели Na'Vi против LDL-C. Хотя, с другой стороны, я завидую, но с одной завидую. Я просто знаю, как ты любишь комментировать, когда Na'Vi проигрывают, поэтому все в порядке. Особенно таким командам, да, то есть тут именно тот факт, что они приграли, вообще способны прииграть LDL-C. Мы, кстати, тем временем прогуляли здесь пистолетку, но вы, друзья, не удивляйтесь, у нас, так как ночной стрим, мы, так как это Америка, мы будем очень много болтать про офф-топ, да, про какие-то около Counter-Strike-ные темы, и читать чатик, в общем, такими вещами заниматься. Так что вы особо сильны, у нас нет. Ну, погоди, на самом деле не проморгали, потому что остается один Фагли против троих, он играет на радио. Бомба при этом не стоит, Фагли нужно ее найти. Бомбу контролирует три человека у КТ, Сиг сверху. Один из игроков, Дэву Дувайк, по-моему, на будке находится. Ну и Фагли топает, соответственно, три игрока, понимая, где находится оппонент, Фагли проверяет аккуратно будочку, чекает верхний этаж, забирая Сиг, но все-таки это слишком тяжелая ситуация, даже для Фагли. Это 1-0 за мисвец. Ты видел, как моделька террориста валялась на синем, на окне? Да-да-да. Это вообще шедевральное совершенно положение специально. Загнат рчала просто нога. Да, ну там как раз-таки вот внутри видно было, как он лежит, то есть он просто вверх ногами там в разные стороны еще. XM, кстати, появляется у Сиг, интересный бай от этого американца. Замечу то, что у нас Дэву Дувайк и Аманек, это два игрока из Франции, естественно, три игрока из США. Возможно, кто-то из них канадец, честно говоря, но я не в курсе. Ну, Шезеп точно американец, старый, добрый. Хотя стоп, он может, кстати, быть канадцем. Ну, не суть важная, это все мелочи. Самое важное, это XM от Сика, потому что сейчас он зашел в синий, но к нему, я так понимаю, никто не придется сейчас. Энерджи закупили себе диглы, и это означает то, что они будут пытаться выцепить хоть кого-то на дальние дистанции. И что мне реально импонирует, так это то, что они не купили себе арморы, чтобы они хотя бы на первом девайсе нормальный байбл. Шангарес забирает Анжо, 18 хп, при этом у Церка, и вот этот хедшот, неплохой дезерт игл, демонстрирует Церк, но Брейзи, или Бризи, да, наверное, Бризза, забирает тот самый Шангарес. Шангарес, кстати, неплохо отыгрывает на улице, уже квадрокилл, при этом без хедшотов, просто в тушку, ну и Фагли снова один против четверых. С Диглом чекает радио, и справа от него Манек, не знаю, получится ли забрать, хотя Фагли старается, но не ошибается пока, что Миссис играет тоже довольно аккуратно. Сик, быстрым забывичком, разбирает моментально Фагли хедшотом. Два доль. Вы, кстати, возможно, спросите, почему мы смотрим Миссис с противоэнерджи, и главной причиной, конечно, является то, что в дальнейшем они попадают на сетку оптиков, и ясное дело, что нам хочется посмотреть на оптиков. Но оптики сейчас сражаются против очень слабого оппонента, и как раз таки вот Миссис или Энерджи должны будут попасть дальше на оптиков, и мы будем наблюдать за европейским составом внутри американских квалификаций. И это, конечно, ну, наверное, центральная вообще команда, за которой очень интересно будет наблюдать в будущем, да и сейчас, в принципе, тоже нормально. Хотя, вот, кстати, оптиков ни разу не комментировал, я так понимаю, Сень, ты видел их. Как они тебе вообще? Неплохо. Я со Слипчиком прозвал их таким дешевым вариантом команды Фейсклан, но при этом, скажем так, денег было на них потрачено меньше, но довольно эффективный состав получился. Я думаю, бонусом команды оптик является, во-первых, опыт каждого игрока, и, во-вторых, скажем так, недопризнание в прошлой команде, и это должно очень мотивировать каждого. То есть их всех поперли откуда-то, и вот они теперь в оптиксе вместе, они должны сами себе доказать, что они еще чего-то могут. Ну да, они, на самом деле, должны называться мисфиц, если взять по логике вещей. То есть, ну, мисфиц — это отбросы, и, ну, то есть это реально люди-бастарды, которых выгнали со всех команд, и это, ну, то есть не потому, что я их там хейчу, да, не сотой секунды, все из них достаточно замечательные игроки, которые заслуживают большего. Хотя, ну, наверное, самый, на мой взгляд, вот долго идущий вниз и не кикабельный персонаж — это Фрайберг из всей этой команды. Все остальные там, как только начали показывать слабые результаты, были выгнаны. Ну и давайте понаблюдаем за девайсным, потом уже вернемся к лирике. И сейчас очень медленные девайсы нам менеджеры показывают. Три человека сидят на улице, еще один у двери. Фагли, я так понимаю, будет люрковать, пытаться какой-то экшен создавать и просматривать лобби, потому как мисфиц в любой момент его могут поджать. Атака начинается по улице. И здесь на Дапс приходит Шазам, стреляет неточные снайперы с комментовки. Хотя, на мой взгляд, это один из лучших, вообще, снайперов американского дивизиона. Особенно, если взять Скаут. С АВП, может быть, даже и не всегда он так хорош, но со Скаутками на форсбаях этот парень умеет. Шангарес ловит Дапса. Серки пришел на размен, все сделал очень качественно. Дальше выход на Аплэнд полноценный. Дву-двэк уже упался, их пытается сократить синего. У него ничего здесь не выходит. И Аманек вместе с Шазамом остается 2 на 3. Убили Фагля. Неплохо действует Шазам с снайперской винтовкой. У террористов сейчас были хорошие шансы, дабы взять этот раунд на изи, но при этом несколько ошибок. И вот индивидуальная игра от Шазама дает шанс теперь игрокам защиты. Правда, Анж получает инфу про Аманека, замечает его и забирает хедшотом через маленькую-маленькую дырочку в дверях. Ну и 10 секунд до окончания раунда устанавливает плен. Шазам в пристройке. Анж, возможно, его слышал. Откидывает флешку. Шазам играется возле будки. Анж пока что не видел своего соперника. Хороший коктейль Молотова заставляет Анжа действовать. О, боже мой! Как так можно гореть? Он же видел эту гранату. Он потерял 80 хеллспоинтов на ровном месте и отдает раунд. 4-0 в пользу команды Мисвец. Мне кажется, знаешь, это тот момент, когда ты пытаешься сыграть на тоненького и думаешь, ты уже вышел из зоны горения, но при этом всем там далеко выходить не хочешь. Так у него и получилось. 4-0, друзья. Энерджи проводит еще один совершенно... Ну, на самом деле, не безалаберный девайсный раунд. Вполне себе хороший. Просто на окончании не повезло немножко. Не хватает дабса. Он как раз был опенером на мейне. И в том случае, если бы он спокойно справлялся с опорником на позиции аплента, то, скорее всего, Энерджи, конечно, забирали бы этот раунд. Но ЦЗшки в их руках в принципе могут сослужить сейчас свою службу. Выход на улицу снова. Замечу то, что Энерджи вообще не работают по рампе. Не работают так же. Они практически ни почему, кроме Сикрета и Мейна по улице. Бриз тем временем получает хрешку. 55 хп у него остается. И парни из атаки просто врываются на Сикрет. Здесь их, конечно, ждут. Молик неплохой. Но да, вместе с Бризом с двух ЦЗ выламывают лица при этом за контроль две эмки. Не очень понятно, зачем, правда, они отдают это в принципе ничего страшного. Самое главное сейчас бомбу поставить и спокойно отыграть в окончании раунда. 5-3 и в принципе все снова под контролем команда Энерджи. Но был не то, чтобы похожий раунд в прошлой ситуации, но опять же несколько ошибок и парни могут отдаться. А Сик забирает двоих и вот опять же Смок, например, какой-нибудь на плент и минус бомба. Но благо для команды Энерджи Смока нету защиты, поэтому так просто раздефить бомбу не получится. Анж, тем временем, ЦЗшка выходит из вентиляции. Неплохо сносит кабину в Шазаму, а в конце концов последний Сик и это раунд для команды Энерджи. Наконец-то парни справляются, причем взяли Форс и оправдывают совсем чуть-чуть те вот громкие инвестиции, которые совсем недавно получили от Джей Ло. Друзья, кто не слышал, новость 15 миллионов долларов залетела в организацию Энерджи вот этой звезды шоу-бизнеса. Это на самом деле очень, конечно, своеобразная история. То есть Энерджи это команда, которая не показывает ничего ни в одной дисциплине. Но у нее есть друзья. Да, да. Просто чуваки в формате... Ну, то есть это как-то напоминает 90-е, когда пацаны просто за слово, да? То есть кто-то там кого-то уважает, взял, вложился. У меня есть пацаны, короче, поддержи там. Вот, и Джей Ло такая, ну на, держи, чё. Мне кажется, она воспринимает это, знаешь, как благотворительность. Так, ладно, тем временем он срубил его тотально, а Анж, кстати, очень классно сейчас вышел с Сикрета. Он все это время гулял, там информацию собирал, вышел на улицу, сделал фраг в спину, тем временем еще убивает Дову Дувека. И только что раунд, который смотрелся полностью за мисфиц, потому что они сделали первые три фрага в свою сторону, при этом в размен там, по-моему, три в один. В конце концов они теряют почти все свое преимущество и сейчас Шезаму будет не до шуток, потому что, да, против него два красных пацана, но они полностью его контролят, подкинули хороший молик. Шезам, что он делает? Почему? Боже мой. По нему же стреляли, он начал свапать оружие. Ладно, бывает. Возможно, его пролагало или еще что-то в этом роде. Ну, еще один раунд, второй для Энерджи и они добиваются маленькой победы, потому как в команде Миссвит заканчиваются деньги. Парни будут брать П-250 и ЦЗ, но затащить будет крайне тяжело. Хотя это нюк, и, конечно, наверное, на этой карте легче всего берутся раунды именно чешками. Ну, благо, для, опять же, Энерджи всего лишь одно ЦЗ 45-75, 75, извините, у Деву Дуэка он принимает двери, тем временем атака идет через улицу и парни действуют довольно аккуратно. Там, говорят, Симпл сгорел, да? Да, он написал в Твиттере I'm done. Я там, я потом глянул статистику, у него плюс 20, а у Девса минус 20, а у Девса минус 20. Собственно, как и у там Сизда, там, Ну, в общем, все в минусе, кроме Симпла. Ну, я думаю, это все эмоции и, конечно, очень жалко. Они, в любом случае, много просто тренируются и пока нет этой отдачи, да, это как у Витус Про, скорее всего, тоже много тренировок, а отдачи на турнирах нет никакой. Но, может быть, какой-то рок преследует Девса и его команды в онлайне, потому что вот Гамбиты вообще проигрывали всем и везде до мажора в онлайне, и вот теперь Na'Vi, в принципе, повторяют ту же самую картину. Ну, как бы они не только в онлайне повторяют это, да, то есть если бы это случалось бы только в онлайне, а потом там, как Гамбиты, они приезжали бы на LAN и показывали ну, более-менее адекватную игру, да, то есть у Гамбитов-то на самом деле на протяжении всего сезона не то, чтобы было много побед, но они хотя бы доходили, да, там, выходили из группы, доходили до каких-нибудь полуфиналов или хотя бы одной четвертой, но это не про Na'Vi, не про нынешних. Очень грустные, конечно, но это современность 2017-й год, я не сомневаюсь, будь там какой-нибудь 2010-й, да, чувак бы просто взял бы и ушел, а сейчас контракты, все остальное, то есть приходится брать себя в руки, продолжать работать, даже несмотря на вот такие результаты. Что у нас тут у Мисс Фитс по баю? Что-то очень грустное у них по баю, не будет у них Молотовых в этом раунде, не считая одного от ДВДуэк, соответственно, можно, в принципе, если бы Эннер же читали экономику, они могли бы тупо зарашить своего оппонента, но они не особо читают, да и, в принципе, зачем читать, ты в американском дивизионе играешь, что, блин, там читать вообще, в принципе. Кстати, что касается оптиков, по-моему, самый главный задел в их случае, что они будут регулярно появляться на ланах, потому что они тупо с американского дивизиона постоянно отбираться будут, и таким образом, даже если они играть будут довольно слабо, все равно в своем регионе они сильнейшие. Но у нас выход сейчас на рампы, как Тель Молотова неплохой, причем полетел на будку фейковый, и сфокусировали внимание Энерджи своих оппонентов неплохо на верхнем пленте, а сами Энерджи вышли практически на открытый нижний плент. Их никто не принимает, они откидывают отличные коктейли Молотова, вентиляция пока холпануть не может, при этом есть Анж, который принимает спину, и любого холпующего через вентиляцию тоже должен стреливать. Аманек неплохо жмет, вместе с Дву-Двайком старается, забирает моментально Дапс, Церка и Бриза, но все равно шанс неплохого террориста. Правда, Анж торопится, забирает Дву-Двайка, Шингарес выходит на размене, и Фагли один против двоих. Есть по нему теперь информация, очень плохая позиция для Фагли, будет крайне тяжело, но летит смог, Фагли справляется, но при этом Шингарес все равно знает, где находится его оппонент. Летит граната, почему-то Шингарес не отворачивается, скорее всего он слепой, Фагли при этом откидывает банки и не выходит. Шингарес ошибается, Шингарес отдает этот раунд Фагли. Невероятная игра, и это временная ничья. Браво, Фагли. Да, конечно, в любой другой нормальной ситуации, мне кажется, Фагли должен был погибать, потому как, извините меня, такие вещи шьются просто по полной, но очень интересно, как Шингарес решил сыграть. Не хватало ему еще ХАЭшки для вообще полного счастья. Ну и сейчас мы видим то, что еще один экономический раунд, мисфитцы начинают отдавать один за другим энерджи, то есть уже стрик из четырех раундов на атаке это очень много и скорее всего будет еще и пятый по причине отсутствия девайсов в руках у мисфитц. Так что начало для ДВД века и компании очень-очень грустное. Сикстит на синем, смотрится Зехи, клозит санкс и Шингаресным временем, кроет улицу на катволк, смотрит энерджи, в свою очередь заходит на улицу всеми фронтами, зашли на мейн, прочекали секрет, играют очень аккуратно и осторожно, потому что прекрасно понимают, что все-таки на какую-то ЦЗ-ку можно напороться или вот на этого Шингареса с его диглом. Минус анж и шансы появляются постепенно у мисфица, они читают вместо расположения противника немного агрессивно играет сейчас игрок на мейне ДАПС выходит убивает Шингареса, вырубает еще и Аманека, который попытался сыграть на рефраге, но честно говоря сыграл слишком агрессивно, его было слышно заранее и именно по этой причине ДАПС ожидал его увидеть в раздевалке. Два в четыре Юспик от Шазама, Сик с Чешкой, 50 секунд до конца этого раунда, замечает ДАПС в спину Шазама, моментально его ловит и Сик остается один против четверых. Тут совсем мало времени остается у Сика, в любом случае бомбу сейчас подберут и бомбу поставят, там 30-40 секунд, у ДАПСа преимущество позиционное, он заметил Сика в будке. 5-4, команда Энерджи за атаку выходит вперед как-то начиналось все в пользу Мисфитс, они в принципе могли набрать огромное количество раундов, но какая-то маленькая серия ошибок и в итоге серия раундов от команды Энерджи. 5 подряд, по-моему, да, или сколько табу? У меня нет еще. Так, да, 5 подряд раундов. Неплохо. Это реально хорошо на атаке, но Энерджи сейчас должны еще больше забирать по-хорошему, для того, чтобы чувствовать себя комфортно. Второй половине, напоминаю то, что это пик Мисфитс, Шангарес и компания на грани того, чтобы его проиграть. На первой половине, как минимум, Шангарес стоит на улице, хорошо поджал, интересно, прочтут ли его или нет, вообще будут ли его чекать, потому что есть такое, такой шанс, что Шангареса вообще не будут здесь ожидать в этой точке. Но пока что нету пуша от Энерджи по направлению к улице. Гуляют парни по своей крыше, рассматривают возможные поджимы, но Мисфитс не торопится, Шангарес молодец, решил просто отморозиться на этой позиции. То же самое касается в принципе всех остальных игроков Мисфитс, играют на чек и не показывают своих нойсиков. Терри Калаша, ВП, стоят парни, готовят раскидочку, ну, как-то по таймингам, не знаю, подходящее ли они время выбрали, потому как минута, а они еще не заняли улицу, и через столько секунд, 10-15 будут в районе гаражей, и, соответственно, когда будут выходить на аплент, будет все довольно тяжело. Плюс вот тут Шангареса нам показывают интересная позиция, если улица пойдет, то Шангареса, скорее всего, не проверят. Или даже, если не проверят, он услышит, что улицу раскидали, но на улице никого нет. Но, по-моему, вот начинают на шифте действовать, и вот он Шангарес. 33 секунды у них остается, Шангарес от него минус. Но тут убойная позиция, при этом всем ДВДВ еще и помогает убить Анжи, и Дабс вместе с Вагли и Серкио выдвигается уже втроем на аплент. Аплент, правда, отдали сейчас, Мисфица. Это, в принципе, может быть серьезная ошибка, потому что на Молике, например, еще сильно горит ДВДВ. На Мэйне, тем временем, еще и падает Сиг. Шангарес погибает на Мэйне, и теперь уже Серкио, поставив бомбу, должен обороняться до самого последнего конца. Минус Шаза, минус Самонек. Посыпались Мисфицы просто one by one. Начало супер оптимистичное. Два килла на улице. Энерджи играют три на пять в меньшинстве. У них не поставлена бомба, времени мало, но каким-то невероятным совершенно образом Мисфицы просто ничего не могут сделать в ответ на постановку бомба на Апленте, и сейчас на ретейке ДВДВ, один с 10 хп с АВП. Очень сомнительные шансы у него здесь, но он, конечно, постарается отыграть до самого конца. Выстрел, убил одного, но тут шансов все равно нет. Серкио надо отмораживаться до самого конца. Он выходит и играет очень уверенно. Знаешь, такое впечатление, одна команда ошибается, и вторая сразу делает контр-ошибку. Из-за этого Energy берут раунд, потому как по таймингам они делали все ужасно, раскидывая улицу, не прочекали Шангареса, потеряли двоих, а потом встроен вышли на открытый верхний план, то и без шанса взяли этот раунд. Да непонятно, где французы, точнее французы, американцы были в этот момент захода на Аплент, да, то есть Energy вышли без боя вообще на эту точку. То есть все куда-то оттянулись, типа на уличную девятку, кто-то на рампах сидел, кто-то еще где-то, но при этом кто-то на мейне находился, но при этом вся Energy выйдя с синего просто не встретили никакого сопротивления и Мислиц оказались сразу же на позиции ретейка. Ну, смотрим дальше. Пока что снова калаши против пистолетов, при этом есть первые арморы, есть чешки от команды защиты. Возможно, Аманек сейчас покажет нам несколько фиксотов. У него СС-шка в руках, разбирает одного, пытается отыграть дальше с девайсом. Не получается, Анж рядом неплохо прикрывает спину. Анж с АК-47 делает два минуса, а Фагли забирает Сика. Шазам и Шингарес остаются вдвоем против четверых. При этом хорошие позиции у террористов. Защиты на нижнем пленте судя по всему нет. Летит огромное количество гранат, снова вентиляцию. Перекрываются все пути для выбивания у КТшников. И в принципе Шазаму и Шингаресу сейвить все равно нет смысла, потому как диглы без арморов вряд ли пригодятся им в следующем раунде, потому как защита уже отдала шесть раундов подряд. Соответственно, у них каждый раз должна быть довольно сильная экономика. Заходят они на плент. Сейчас надо поставить бомбу. Шазам Шингаресу прекрасно понимает, что здесь практически стопроцентная габела. Надо отдавать этот раунд. Хотя сейвить два дигла вместе с Моликом и Смаком. Еще и флешка это совершенно сомнительная тема. Шазам стоит и ждет, если кто-то к нему просто сам придет на рыбалку. Ну, Energy, конечно, торопиться особо не будут и скорее всего даже экзит фраги у Misfits не получится сделать. Достаточно грустная для Misfits игра. Вроде как смогли после пистолетного раунда взять один девайс, но потом пошло-поехало. Причем, напоминаю, началось все с того, что они отдали раунд против ЦЗ. Когда Energy зашли на Сикрет, сделали два килла. Один на вентиляцию, другой на дальнем. И это, конечно, очень сильно ударило по Misfits'ам и, наверное, еще и по морали, а теперь они очень серьезно приседают по всем пунктам от начала до конца. Что там по баю? 7400 у Дув Дувека, возможно, мы увидим WVP, возможно, даже время Скара, знаешь, типа, ничего не идет, купи Скар, попробуй с него там занять рампу, например, и контролить ее жестко. Но нет, Скара в этом раунде не будет, Шазам купил себе классический AWP. И сейчас все будет взрывать улицу. В принципе, исходя из того, как действительно играет команда Misfits, можно было попытаться какие-то такие эксперименты делать, но с другой стороны это нюк, и тут можно без экспериментов довольно уверенно отыгрывать с Амкой. Вот Дув Дувек отлично принимает двери, классный коктейль Молотова, неплохо зажал, сделал моментально 2 кила, и ситуация 2 в 5. Но вот такой раунд уже никак нельзя отдавать, должен понимать, это прекрасно Misfits, поджимает, правда, непонятно, зачем Шазам, но играет уверенно, разбирает Анжа, и Церк остается один против Петереса, тоже погибает от Дув Дувайка, легко и просто Misfits берут этот раунд, и вот так, в принципе, нужно было играть с самого начала, но это все-таки был фаст от Энерджи, и они не справились, а вот сейчас скорее всего... Мне кажется, оставшиеся 2 раунда мы точно будем видеть опять вот эти стояния от Энерджи до 30 секунды. Ну да, потому как найдется тиммейт, который скажет, вот я говорил, надо делать было все медленно, а вы не послушали, побежали, и что, отдали раунд, все. Ага. Теперь сидим, сидим. Не, ну мы сейчас получили откровенный ответ на вопрос, почему Энерджи все это время играли настолько медленно, и очень-очень все стало понятно. Шангар занял сейчас гараж, будет вместе с Дув Дувеком в связке играть, хаешечка Дув Дувека очень много снимает Дапсу, мало того, еще и прострел с Мака, Дапс вместе с Анджем погибает. Ну вот где вот эти все прострелы с хаешками были? Энерджи очень много раз спускались в Сикрет, им давали это сделать совершенно спокойно, но Энерджи, кстати, сыграли достаточно топорно, если у вас есть игрок, который занимает белую, например, проходит по катвоку и потом просто дропается на мейн, то такие темы, как Дув Дувек, уничтожаются сами собой, потому что просто-напросто ты не даешь спрейить в этот смок, ты не даешь откидывать хаешки. И таким образом секьюришь максимально безопасный выход на Сикрет через смоки, потому что одними смоками сыт не будешь, как бы ты там не старался, все равно тебя могут там прошить, и безопасный выход в эту точку не получится. Шангарес в замечательной позиции, врубает приза, тот его вообще не читал, Пагли вместе с Серки остались вдвоем. Ну и в общем и целом, наверное, именно так и должны раунды ему миссвис были проходить, когда они делали два опен фрага, да, и потом все равно давали каким-то неведомым образом раунд. Тут вот Энерджи, простеряв свое начало, не могут вернуться. Пагли убивает Шангарес, и сразу же Шазам выходит на размин, Серки остается идея. Ну что ж, ЦРК один вряд ли возьмет тот раунд 20 секунд до конца. Есть, наверное, резон засейвить снайперскую винтовку, потому как денег с одной стороны много, но не сейвит. Дебюдайк забирает ЦРК, а вот я как хотел сказать, денег много, но в любом случае, если проиграет еще один, тогда придется напоследок играть там, кому-то с Галилом, кому-то, может быть, даже с Теком. Но, во всяком случае, 13 раундов у нас прошло, и это первая половина первой карты первого Best of 3 матча, который мы сегодня снимаем для вас, комментируем, в рамках отборочных на Окленд в Северной Америке. Сегодня днем вы смотрели Европу, там неожиданно для всех вылетели, например, Na'Vi от команды LDL-C, а победителем стала вообще команда как раз-таки LDL-C, да, снова выиграли Maus Sports. Нет, Mausa отлетели, в смысле, LDL-C отлетели от Maus Sports, и Envis выиграли у Maus Sports в финале. А, Envis, прошу прощения, перепутал французов. Envis, ну, тоже, наверное, неожиданно довольно взяли именно они этот, в итоге, онлайн эту квалификацию, хотя в онлайне, например, они играют действительно неплохо, помню я, месяц назад они точно так же взяли квалификацию, в которой участвовали Гамбиты, и тогда Гамбиты были в финале, проиграли им тоже 2-0, в свою очередь поехали в Нью-Йорк, но на лане при этом не вышли, по-моему, из группы. Да, но они на ланах такие совершенно другие, нежели на онлайне, классические онлайновые герои. Ну, что ж, два раунда, довольно медленно играют парни с командой Energy, халдят, контролят, при этом, что делают у них вообще два чувака, смотрите, на машине стоят, на 50-й секунде раскидывают какие-то суперкоронные смоки, которые падают на улице, при этом улицу обороняют Шингарес, слушают, но это фейк. Ой, какой же смок от Сика, просто очень удобный. 30, там, пятая секунда и смок в двери, соответственно, от двери выйти будет крайне тяжело, плюс из окна придется, возможно, лезть, но тут пока преимущество у защиты, я не знаю, на 20-й секунде делать раунд, это неправильно. Вполне себе нормально, смок сейчас на мейн откидывается, как раз таки, от Energy через крышу, Фагли убивает Дву-Двека, Сик, внедрился, делает 2 кила, пацанов шинкуют налево и направо, надо бомбу ставить под прикрытием Анджа, смок все еще на мейне, Шазам внезапно врывается, делает свой килл и теперь Шангарус надо просто жить, но он выбирает другой вариант, он выбирает просто убивать Анджа, наверное, в принципе, было бы супер опасно пытаться там выживать, хотя можно было бы дропнуться вниз, неважно, в любом случае, Energy провели слишком поздний раунд, хотя мне все равно достаточно сильно понравился этот выход с хорошим откидом на мейн, на секрет и все дела, вообще на девятку, но не получилось, Фагли, несмотря на то, что сделал очень крутые фраги, все равно Сик оформил дабл килл при заходе и потом впоследствии еще и Шазам подпушил, хорошо с рампов, вышел со спины, нечитаемая позиция, убил оппонента с синего. Ну и у Energy последний раунд в атаке, это ЦЗшки, Юмпеха, два калаша с этим сетапом, они пытаются сейчас выйти в сторону улицы, снова при этом все, вот рампы у нас не было практически с тобой, Сень, это, конечно, грустно. Да, слишком однообразно играют ребята из команды Energy, но с другой стороны они взяли уже тот необходимый минимум раундов, поэтому могут себе позволить, хотя опять же сыграли больше на ошибках своих оппонентов. Сик погибает, Шазам неплохая реализация АВП, но Аплент отдали, Шазам стреляется, забирает Фагли, откидывает дальше флешку, ситуация 3 на 2, Анш и Церк вдвоем постараются затащить, находится один за дверями один вблизи Плента, Церк пытается найти для себя оптимальную позицию, классный коктейль Молотова, 3 человека защиты не смогли выйти вовремя через девятку и, соответственно, они потеряли необходимый момент для того, чтобы отстреливать террористов во время смены позиций. Ну, а теперь, вроде как, все более-менее. Церк откидывает флешки из будки, Анш откидывает гранаты из зверей, Анш делает килл, выходит, по-моему, из будки сейчас СЗшечка, Церк не стал этого делать, 5 секунд, нет, он вышел, забрал Шангареса и живет до конца, нет, Шазам, все-таки его ловят. Это 8-7 победа команды Мисвиц. Нет? Успеет, успеет, все. Там буквально, вот сколько оставалось, наверное, секунда, если не меньше. Ну, возможно, я без звука слушаю. А, ты решил вообще расслабляться? Не, ну, чтобы тебя лучше было слышно. Ну, конечно. На самом деле, 8-7, хороший счет для Мисвиц, все у них, ну, то есть, как хороший, да, хороший, если взять то, что у них произошло на первой половине, потому что вильяне сначала, играл со счетом 4-0, потом отдали 7 раундов подряд, и вот только окончание первой половины пришло к ним в контроль. Опять же, да, раунды очень близкие, Energy максимально напрягали своих оппонентов на протяжении тех девайсных, что проиграли. Сейчас, соответственно, будет у нас вторая половина, где Energy уже будут играть на сильной стороне данной карты. Что у нас по маппикам? После нюка мы увидим Инферно, впоследствии возможный мираж, если у нас будет мапдесайдер. Соответственно, следующей каткой скорее всего мы увидим сражение победителя против оптик, хотя, честно говоря, вдруг оптики проиграют команде Torquude. Ты знаешь, кто это такие? Слышал такое название, но, по-моему, игру их ни разу не смотрел. Оптики сейчас их обыгрывают со счетом 12-8, совершенно адекватный счет для них. Torquude, чтобы вы знали, это команда с составом, в котором, наверное, нет никого, кроме Steel. Steel мы более-менее еще знаем, хотя, может быть, это другой стил. Посмотрите, кстати, их фотографии, друзья, на Hull TV. Один из них сфоткался в кепке Real Madrid. Погоди, погоди, у нас быстрый выход в пистолетном раунде. Сик моментально падает, через дверь решили действовать ребята с командой Energy. Извините, Мисс Витц и Бриз неплохо контролируют свой П-2000, из плента ваншотами попадает по оппонентам, приходит церковь пристроечки, команда Energy берет довольно легко и просто пистолетный раунд не дают даже ставить бомбу. Соответственно, у террористов денег нет, придется сделать экономический. Один, возможно, второй. И это хороший задел для ребят с командой Energy. Ну, друзья, кинул я вам в чат, короче, ссылочку на торкод. Посмотрите на эти фотографии, там просто прелесть, они мужики. 8-8, Мисс Витц и Сочери сейчас будут играть с Форсбайом, потому что бомбу они не ставили в первом раунде. Сейчас, конечно же, надо что-то делать с П-250 и ЦЗшками. Напоминаю, что это пик Мисс Витц, поэтому по этой причине мы ожидаем от них классных девайсных раундов на атаке, иначе какой смысл вообще пикать эту карту. Но Energy в свою очередь как обычно начинает защиту, откидывает свои смачки, удерживает оппонента от раннего выхода. Мисс Витцы, конечно, все понимают, и у них у самих все еще имеются смаки и так далее. Вот Сик как раз-таки стоит уже с зажатым. Сейчас посмотрим, куда он ее кинет. То же самое касается и Шазама. Какие-то новые техники раскидок. А, это дефолтные уличные тройные раскидочки. О, у меня зацепился смок. Друзья, сори, мы, возможно, часть раунда не увидим, пока смок не закончит меня держать на этой камере. У тебя тоже цепляется, да, смачок? Да. Когда он... То есть обычно это на автокаме происходит, но вот у меня сейчас и не на автокаме это произошло. Странно. Есть такая штука. Выход на нижний продолжается. Шангарет откидывает флешку в длинном. В тупиках у нас пытается дапс отработать. Немножко ему везет, никто по нему не попадает. Сик, роллит все-таки дапса. Ошибается, тиммейт, но фагли при этом неплохо словил момент, возможно, задел в спину. Через тупики продолжают заходить терры, но, по-моему, есть смысл передумать и, возможно, сыграть немножко по-другому. Выйти, например, через дистанцию на аплэнд, потому как сейчас три человека или даже четыре человека обороняют именно план Б. Анж под флешку забирает моментально ДВД Уэкар разворачивается, пытается длину убить, но Шингар разбирает Анжа. При этом через вентиляцию Бриз делает один килл, делает второй килл, Аманек погибает, Церк делает килл, Шазам минус и, в конце концов, Сик бомбу не устанавливает. Это победы для команды Энерджи 9-8. Антиэкономически сейчас еще сверху будет и мы увидим 10-8, скорее всего. Энерджи начинает набирать раунды и у Мисвиц вся надежда на первый девайсный, конечно. Им нужно будет собраться максимально, потому что мы видим, что по стрельбе не заходят у Шазама и Сика. Замечу то, что Шазам является снайпером команды и иметь 9 фрагов это, конечно, не самая лучшая статистика для такой роли. Ну, а что касается Энерджи, они снова закупают себе фармганы. Сейчас будут фармить Пагли вместе с Анджем при помощи двух МП-9F и МП-шка от Дабса. Выдвигаются в сторону рампов тут. Усиление у Энерджи. Пытаются они вдвоем сейчас выбить эту точку. Смачок был положен. Дабс еще скорее всего откинет в НХЕшку, да, потом еще и Молик можно закинуть. Ну и подпушить это все дело с МП-9. Святое дело, святое дело, потому что нужно фармить. 600 долларов за одного из Мисфит сдают. Совершенно халява Фаглия. Перестреливает Амонако. Минус Сик и минус Шазам. Изи катка, изи лайк. Причем все фраги сделаны при помощи фармганов, не считая одного. И это очень хорошее бай. Я все-таки пока склоняюсь к тому, что этот матч не закончится так вот однокалиточно. Энерджи, хоть и за КТ, я думаю, тоже будут ошибаться, как они ошибались за террористов, собственно, как ими. Но вообще такая игра ошибок будет с обеих сторон, поэтому из-за этого Мисфит наберут какие-то свои раунды. Но с другой стороны, Энерджи немножко ближе пока что к победе, как минимум, на первой карте в этой Бест-Оф-3 встрече. Халдят контроль от обе команды, раскидывают при этом довольно быстро улицу у нас террористы. В любом случае заставляют защиту думать, а может быть это длина? И, соответственно, кто-то эту длину должен принимать. Но Терры находятся пока что перед зубкой и дверью. Анш забирает ДВДВ, а Сик моментально и 2 килла. Парни выходят на открытый. Аманек забирает Бриза, погибает Фагли и, в конце концов, один Дабс против троих с Юмпиком должен погибать. Да, это 10-9. Первый бай берет команда Мисфит. Молодцы, хороший подготовленный раунд. Я бы не сказал, что он сложный. Я вообще бы сказал, что американцы, наверное, не любят усложнять задачи себе на атаке. И в любой карте, даже предполагающие возможности очень крутых, там, сложных, сложно подчиненных атак с какими-то крутыми раскидками, предпочитают просто все упростить, зайти по-быстренькому под минимальный набор раскидок и сделать свое дело по стрельбе. Серки берет себе снайперскую винтовку. Это одно АВП на карте и давайте посмотрим, куда он его поставил. Тап с тем временем выдвигается на улицу, отстреливает ДВД, 40 хп, неприятно. Серки, кстати, зайдет на секрет, скорее всего, будет пытаться ставить пуш с улицы. Проблем лишь в том, что он делает это достаточно поздно и сейчас его могут просто через флешку запушить. И Серки очень-очень важно сделать здесь килл. Он палец откидывает под себя, флешка убегает дальше. На развороте, в принципе, может принять еще оппонента. Да, он так и делает. Разворачивается, убивает ДВД, его дальше пушит. Он еще отстреливает одного игрока, третьего игрока. Три килла от снайпера команды Энерджи. Легко и просто дается... Опять же, у меня очень большой вопрос к Мисфитсу. Зачем они просто в тупую его пушили без каких-либо раскидок? У них были молики? Просто закидайте ему два молика, он сам выйдет на вас. Либо просто запушите его с контрол. Все что угодно, я не понимаю, что это сейчас было от Мисфитс. Слишком топорно, слишком уж они ожидали, что они смогут на движении отаимить противника. Не знаю, зачем с полными карманами раскидок вот так вот действовать, но таким образом они проигрывают. Это нюк. Действительно, решили, видимо, сыграть агрессивно. Подумали, а сейчас вот в прошлый взяли, возьмем на Идича второй, и вот это будет ключевой раунд, потому как у соперника будет эко. Но с другой стороны, действительно, нужно было воспользоваться всеми этими возможностями, всеми этими гранатами, которые у них были. Хотя с другой стороны, вот сейчас как раз раунд без гранат, и они могли бы сделать именно ту тактику, которую планировали в прошлом раунде. Но теперь они сделают, потому как думают, они нас приняли в прошлом раунде. Скорее всего, тактика не рабочая. Ну, стоят холдят все равно под будкой и дверью, минута 20 до конца, и, по-моему, совсем скоро будет развязка этого раунда, потому как ребята из команды Мисфит готовятся делать минимальную раскидку. Отстаивают, пока свои позиции минуты 10 есть, а Манек уже зажег молек. Скорее всего, положит он его на девятку, судя по тому, куда он направляет свой молотов. Возможно, на плент, на основной. Но ждет, ждет, как раз таки, когда команда скажет, погнали вперед, и Шангарас будет накидывать у нас хаешку для взрыва двери, для того, чтобы быстро выбраться оттуда. Смоки полетели от него же. И что, вроде вот раскидали, раскидали, а выхода-то и нету. Мисфит продолжает нагнетать, прям вот жестко стоят, и Энерджи думает, вроде как, что должен уже быть выход. Находит грамотные позиции. Флешка от Энджа залетает в окно на синьку. Ну и что-то как-то вот мисфитцы передерживают. 27 секунд, если они сейчас потеряют бомбера, то будет плохо, но вот они дождались, когда Анж покажет свою голову. Двдвэка стреляет еще до захода, и это очень-очень важный фраг, потому как он дает преимущество сейчас на Апленте. Брис погибает, Серк погибает. Отличные фраги от Двдвэка в этом выходе. На Аплент фагли вместе с Дапсом 2 на 4. Отыграли Энджи в этом раунде крайне слабо, и сейчас будут сейвить два девайса. Ну что ж, поживем-увидим. Все-таки будет сейв или нет. Скорее всего, да, в ангаре стоят у нас ребята из команды Энджи. Не стали пушить через пристроечку. Потеряли они, опять же, нужный момент, когда можно было еще подловить террористов, забегающих на ту или иную позицию, но потом выбить, конечно, вдвоем четверых на карте Данюк практически нереально. Аманек пытается найти на улице соперников, пока никого не видит из своих оппонентов, и, скорее всего, уйдет на сейв, потому как взрыв бомбы не с горами. Сик, не знаю, найдет ли какой-нибудь девайс, пока остается с ТЗшкой. Да, вот он взрыв. Все. Еще один раунд в копилку. Ребята, команды Мисфитс, и не так, как запланировали Энджи, пока что проходит эта игра. Но пока, как я и говорил, ошибки от одних, ошибки от вторых. В итоге, в первой половине раунды берут из-за этого парня в красной форме. И вот во второй половине мы видим все то же самое. Теперь фейлят Энджи за КТ и дают шансы ребятам из Мисфитс. Ну, такое ощущение, что в НА регионе защита слабее, чем атака. В том случае, те раунды, которые атака берет, она берет, как будто играючись вообще-то от стрела от Энджи. Неудачная стрельба от него, точнее, СЗшки. Он пропускает Аманека, правда, оставляет ему 27 хп, дальше еще и ХЕшка оставляет ему 24. И что самое, интересный человек, который пробрался в вентиляцию у Мисфитс, прям в стиле Зевса, он не имеет бомбы. И это странный маневр. То есть, обычно как раз-таки запускают парня на винту, чтобы он по-быстренькому забежал на плент, поставил там С4 на Б, но при этом всем С4 в руках у Сика. Но все равно расположение очень крутое, ДВДВек уже в Сикрете, Аманек в вентиляции, вот Аманеку надо просто жить до самого конца, давать информацию по своим оппонентам. При этом всем Энджи уже законтролили лобби, и надо подпушить еще и улицу. Если Фагель вместе с Бризом подойдут туда, во всем случае можно оставить одного Бриза, он сможет вовремя открыться, например, на улице. Нет, нет, этого не происходит. ДВДВек тем временем убивает Серкио. Но вопрос в другом. Что дальше-то? 43 секунды, опять Миссис жестко передерживает. При этом по Аманеку должна быть информация о Нарже. Да, через слэшку заходит Анж, хорошо все сделал, но погибает. Ну, Чекл важнейшую позицию, Шангарас тем временем прикончил еще и Бриза. Дабс на вилках вместе с Фагли, который на раздевалке совершенно вне позиции. Но убьет он Шангараса и что дальше? Это вот вопрос. Потому как все равно ситуация 2 в 4. Очень сложно что-либо здесь будет поделать. Дабс откидывает Молик. Покуда откидывал Молик, получил по щам. 34 хп у него есть и надо сейвить два девайса снова. Как и в предыдущем раунде. Еще один раунд в копилочку. И в этом плане, конечно, очень грамотно действует Энерджи, потому как погибали бы вдвоем. Вообще не было бы шансов в следующем раунде. А так как бы два девайса можно скорее всего в любом случае что-то дать тиммейту. В случае с Фагли и Дабсом это скорее всего будут Фамасы. И опять же два Фамаса Калаш-Эмко плюс Чешка можно тащить. И рано или поздно они скорее всего свой раунд возьмут. С другой стороны, террористы укрепляют свою экономику и защите придется брать два раунда подряд. Но Мисвиц выходит на временную ничью. Это 11-11 и может быть Сиг сейчас найдет кого-то. Нет. Раунд завершается и вот они денежки. Будет ли дроп? Кстати, Дабсу даже Фамас не может дать своим тиммейтам. Парни приняли решение. Они играют просто экономически с двумя девайсами. Да, и будут сейвить на следующий. Это в принципе такое грамотное решение с точки зрения того, чтобы у них хоть какие-то девайсы все-таки появились в следующем. Хотя там не самые лучшие. Я так понимаю, будут. Ну и два раунда подряд Мисфитс. Давайте понаблюдаем за третьим скорее всего подряд. Если только Фагли вместе с Дабс не найдут какие-то крутые фраги. Дабс пошел на ударную позицию на Кэтвок. Вышел, но фрагов не получил. Мисфитсы, как обычно, начинают с того, что раскидывают улицу для того, чтобы сделать фейк, что они типа зашли на Сикрет, но на самом деле не зашли на Сикрет. И таким образом вы даете довольно много фейковой информации для своего оппонента. Правда, используя для этого два смока, что порой достаточно много. Шангарас вместе с Сиком выдвигаются дальше в сторону девятки через Кэтвок. Амонек убивает Бриза, который пропушил Лобби. Серкию, до свидания. Дабс, до свидания. Энерджи теряют одного за другим из своих игроков. Но опять же, они не особо рассчитывали на что-либо большее в этом экономическом раунде. Фаглиев вышел, дал хэдшотину по шазаму. Дальше с Сиком у него отношения не сложились. Сяндж остался один. И это 12-й, сути по всему, для Мисвис. Напряженная у нас получается карта с такими качелями под стриками под 4-5 раундов подряд. И все-таки мы видим то, что Мисвис пока что смотрится посильнее на атаке, чем оппоненты. Это все-таки их собственная карта. Ну что ж, 12-11. Мисвис против Энерджи. Мисвис вышли вперед, но за счет экономического раунда у энергетических ребят 4,5 и какие-то раздумья до сих пор у нас у команды Энерджи. Мне это говорит скорее всего о уже каком-то легком мандраже, наверное, от Энерджи, потому как что думать, ты уже 2 раунда подряд слил, при этом ты делал Эко, это Нюк, у тебя 4,5, а ты все равно сомневаешься, стоит брать или нет. Хотя тут опять же раунды берутся с дробовиками и чешками в кармане. Анж неплохо нашивает двери, Аманек падает, ситуация 5-4. Ребята из команды Мисвис холдят, но со временем наверное пойдут через улицу. Фагри продолжает смотреть через смок, точнее на смок. Есть 2 вещи, на которые можно смотреть вечно, как горит огонь, как дымит смок. Серкио, все еще смотрят в улицу, флешка, ОДВДВК, выход, но Серкио все равно не ошибается в стрельбе. Опять же, все очень грамотно, по таймингу выждал, получил хоть и флешку, но слепую все равно сделал все дела. Заход от Мисфитс был полностью читаем, Энерджи укрепили сейчас Аплэн, Серки помог на улице, 2 человека смотрели мейн, и таким образом Мисфитс просто натолкнулись на слишком сильные редуты обороны от Энерджи и погибли практически мгновенно. Апп от Шангараса в этом раунде, возможно он даст ее Шазаму, да он дает ее Шазаму, а Ка-47 у всех остальных. У Мисфитс на самом деле начинают резервы это по деньгам заканчиваются, несмотря на то, что они делали, точнее брали 3 раунда к ряду, но они теряли на них достаточно много, хай, стоп, они не теряли на них много, но все равно экономика немножко поточена, сейчас мы понаблюдаем за временной ничьей, Энерджи продолжает спокойно обороняться, никуда не подпушивать, мы видим то, что агрессии вообще с их стороны никакой не существует, что в принципе и на первой половине просматривалось, да, Мисфитс вообще ничего не пушили. Смотри, какое решение сейчас на улице, подсадочка Шазама на довольно необычную точку, и может быть для Церка это было бы действительно неожиданностью, но почему-то Таша сам не смотрел гараж, но Сик посмотрел, отлетает Церк, это размен один в один, и пока что 4 на 4 ситуация, Сик подобрал снайперскую винтовку, попытается сейчас скорее всего раздать еще савиком, ну и защите, конечно, не стоит подставляться, нужно играть на исходных позициях. Многое, видимо, зависит от Фагли, потому как к нему пойдет Аманек, и если он его заберет, Аманек не будет заходить в спину, не будет такой занозой для команды Энерджи, которая вот постоянно их преследует где-то сзади, и вот он, этот килл, Фагли забирает все-таки Аманека, а Дабс почему-то подставляется на улице, не стоило просто ее чекать, нужно было играть уже намного аккуратнее, но нет, 3 на 3 и 40 секунд до конца этого раунда. Довольно своеобразно играл здесь Аманек, то есть он пытался на Тоненького сыграть, без информации по себе, не откидывал никаких гранат, и Фагли просто слишком силен, он сейчас лучший игрок в Энерджи по стрельбе 24 фрага у него, и конечно в дуэлях он явно должен быть сильнее, чем Аманек. Заход от Мисфиц, американцы штурмуют, кролики выходят на Аплэнд, минус Бриз от Шангараса, Фагли вместе с Анджем оказывается в очень слабых позициях, Андж, размен 1 в 1, не дождался он своего тиммейта, чтобы Фагли мог хотя бы перестрелку с ним сыграть, но выходит Фагли через вентиляцию, может быть в принципе Синька, хотя Синьку все равно смотрит, поэтому Мисфиц полностью считает своего оппонента, Фагли еще и палится, достает 2 флешки, откидывает их, никакого в принципе, да, никакого в принципе хорошего действия эти флешки не принесли Фагли все равно, ничего сделать здесь не смог, Сик просто сделал все очень грамотно. Нет, 13-12. Да, тут такой вот момент, что у нас все еще нет рампы, ни от одной, ни от другой команды, мы уже посмотрели, получается с тобой 26 раундов, да, 25 раундов, и ни одного выхода на рампы полноценного. Да, командного не было, но пытался Аманек там отстрелить одного игрока выйти на рампы, скорее всего, но не получилось, но в любом случае все хорошо для команды Мисфиц и все ужасно для Энерджа, они отдают ключевой раунд на этой стадии игры, у них по полторы тысячи и они еще умудряются тратить, хотя нет, не по полторы, прошу прощения, они там выживали, у них по три тысячи, поэтому могут себе позволить купить какие-то пистолеты и в следующем раунде выйти на Эмки Фамасы, но счет, скорее всего, будет 14-12, если Энерджи сейчас не запотеют и не отожмут экономический раунд на карте за Нюк, еще раз хочу сказать, на Нюке это реально как нигде, потому как здесь ты можешь неплохо засесть на верхних этажах от верхнего плента или где-то в крысу на нижнем, поэтому шансы имеют, Аманек, правда, пресекает моментально эти шансы, забирает паги, погибает Церк, ситуация 3 в 5, спешат с выходом на рампы, но опять же, это экономический раунд, и вот если рампы мы видим, то именно когда у соперника, когда у защиты пистолеты в руках, ну летит огромное количество, как всегда, гранат, контролится вентиляция, контролится длинный, короткий, в общем, тут все довольно дефолтно падает Анш, Бриз и Дабс 2 в 5, ну сейвить, наверное, свои пистолеты не будут. Да, я думаю, что им надо пойти бороться, хотя опять же, смысл выбивать девайсы из мисвис практически вообще никакого, только если заработать немножко больше денег. Дабс остается на дверях, его палят, выходит против Сика, хороший фраг против Сика, но больше ли возьмет он? Замечу то, что за все 25 раундов, которые мы с вами посмотрели, это 26, у нас только один раз пистолеты брали вверх над девайсами, это был пятый раунд, первые половины, когда мисвис проиграли девайсы на свой, точнее, прошу прощения, энерджи проиграли девайсы на своей атаке, и потом на пятом раунде взяли себе ЦЗшки вместе с арморами, вышли на Сикрет, сделали там два килла на опорниках и поставили бомбу, выиграли раунд. По факту, это был единственный раунд, в котором пистолеты, правда с арморами, смогли хоть что-то сделать там с калашами или с эмками. И это очень недефолтно для Европы, согласись, да. Я не знаю, как насчет Америки, я не так много комментирую, но в Европе ЦЗхи очень часто берут. Я бы сказал, что, ну, там раундов три-четыре за карту точно стабильно они могут брать. Здесь у нас всего лишь один раз такое случилось. Ну что ж, тайм-аут придется хорошенько подумать, очень хорошо подумать. Четыре тысячи. Экономика заставляет их покупать, но покупать ФАМа с Эмки, с другой стороны, на нюке такой бай нужно брать. Но если не возьмут, тогда победа Миссветс на карте до нюк как минимум, и тогда будем смотреть уже следующую карту помню, ты говорил Инферно насколько. Да, да, да. Вторая Инферно и Мираж у нас. Ну хорошо, что Трейна нет, потому как Миссветс, по-моему, на Трейне играют и играют очень плохо. Наблюдал я не раз, комментируя Северную Америку, как они там проигрывают, по-моему, оптикам просто флан. Но с другой стороны, оптики сейчас являются одной из самых сильных команд Северной Америки. Но опять же, упадок есть какой-то небольшой от команды Cloud9, Liquid'ы, в принципе, просели после неплохого выступления на греческом турнире, который был где-то недельки три назад. Они потом еще до финала на Нью-Йорке Да, еще, по-моему, даже выиграли что-то. Не-не-не, они два финала приходили, то есть они два вторых места взяли на Миконосе, первое вот в Греции, а второе на Нью-Йорке, где они играли против Face 3-0, они проиграли на BO5 серии. Но опять же, да, несмотря на то, что они все-таки они до них добирались, это реально круто. Так что Liquid'а я бы сказал, что, наверное, лидер сейчас Смотри, кстати, что они приняли. Они 4 тысячи решили не покупать, но я не знаю, это очень спорно. С одной стороны, ну, попробуй сейчас взять раунд, нужно все-таки взять этот раунд. Если возьмут, тогда будет все очень круто. Если проиграют, тогда три подряд придется тащить, но при этом хороший баг у них будет, но с другой стороны, у террористов тоже будет все очень здорово. Ну, смотрим, минут 10 до конца, пока что дефолт от обеих команд, все стоят, ждут. Прошел довольно близко в гараж у нас ДВД Уэг, поэтому карта, скорее всего, под контролем террористов и остается всего лишь грамотно разыграть. Правда, фан, не зимпетка, неплохо. На рампах, вот они, кстати, те самые рампы, которые ты хотел. Спина, спина, Бриз, отлично. Делает два минуса, Аманек, что зампадает. Ситуация 2 в 4 и теперь довольно тяжелая ситуация для команды мисвитц. Это, наверное, лучшая вообще пропаганда не ходить на рампы больше никогда. То есть мы видели, как Энерджи играли быстрые раунды, им показали, что не надо играть быстрые раунды, что они в этом тоже ошиблись. И сейчас мисвитцы показывают, почему мы не видели рампы ни от одной, ни от другой команды. Потому что спину не смотрят. У Нави такая же тема, кстати, была на как раз-таки Нью-Йорке, если я не ошибаюсь. Это все происходило. То ли на квалах, то ли групповой этап и лиги. В общем, неважно. На каком-то из ланов они тоже играли нюк и выходили на рампу, их просто запушили со спины, они проиграли в хлам тот раунд. Хотя, опять же, там был он очень важный. 13-14. И, как и говорил Арсений Энерджи, важно было взять этот раунд, потому как иначе счет 15-12. И все прекрасно понимают, насколько сложно было бы это тащить. Но немало того, что его взяли, они сэкономили кучу бабок на предыдущем бае, еще и подфармили при помощи MP9-а и теперь уже имеют полноценные девайсы, еще и сохраненные из предыдущего раунда два калаша, что, кстати, может реально серьезно лишить. Серкию на улице с АВП пытается остановить выпад от мисфитс. Мисфит, соответственно, делает здесь какое-то бустование, очень жесткое усиление от энерджи рампов, но по рампам, я уверен, мисфитсы больше никогда ходить не будут. Ну, вот видишь, хотел ты рампы, а в итоге действительно рампы сейчас сыграли с ними злую шутку. Ну, с другой стороны, просто спину не проконтролили, где нужно всегда держать человека где-то в десятке, который чекает будку или двери. Это дефолт некий, но ребята почему-то так не сделали. Выход на нижний этаж от террористов, они уже бегают в тупиках, осталось дело за малым открыть двери, откинуть смог и попытаться поставить бомбу, при этом сик уже за колонной, контролирует рампы и выбивание нижнего, но это очень тяжелая ситуация для команды энерджи. Ну, как минимум, они все живые, но и из плюсов у миссии закончились гранаты, то есть есть две флешки, это все, что у них есть, при этом всем энерджи есть возможность при помощи молика сейчас кинуть вентиляцию, девыдуверк, прошу прощения, вместе с Манеком делают два килла, Манек открывается еще и против фагли, энерджи теряет практически все возможности на этот ретейк, дабс пытается зацепиться за последние фраги, бриз, получает по щам, остается только дабс. Он пытается раздиффузить, сразу же открывается дверь, он просто байтил Шангарес на то, чтобы тот открыл это пятнадцатый раунд для миссфитс, и они все-таки всего лишь в одном шаге от того, чтобы забрать свой собственный мап пик, напоминая дальше пик энерджи, это будет у нас инферно, но миссфитс шикарно отыграли, не очень понятно, почему энерджи полностью отдали вообще этот заход на бплент, решили сделать ретейк 5 на 5, вообще не останавливая своего оппонента от б точки. Итак, друзья, момент истины, два раунда остается у команды энерджи в запасе, они должны их защитить, дабы играть допы или отдавать, тогда победа 1-0 в беста 3 серии у команды миссфитс, но придется отыгрываться на следующих картах. Сик анрирует пока что в будку, и анж подставляется, слишком поторопился у нас игрок защиты, но при этом в будке еще один находился, Брис, и выходит неплохо под флешку, но за вентиляцией, дабс игра постоянно на размене, церк выходит на пристройку, ситуация 1-2, Шангарес бомба потеряна, у его соперников чешки, и Шангарес попробует затащить этот клатч, попахивает допы мы, честно говоря, Шангарес, 1 против 2, тяжело ему, конечно, здесь сейчас будет играть, потому как у него минимум информации по противнику, он понимает, что скорее всего один находится на девятке, но за это время Энерджи могли уже тысячу раз поменять свое месторасположение, Шангарес решает уйти на байк через вентиляцию, захватив с собой бомбу, Энерджи очень странно себя повели по поводу, кстати, С4, у Шангареса изначально не было над ней контроля, он пошел забрал бомбу на Апленте, и походу Энерджи то ли не знали, что она там, что сомнительно, то ли сознательно отдавали эту бомбу. Странно, но опять же, Шангарес сейчас выходит еще из Сикрета, его там может не читать Серкио, буквально разминулись там на пару секунд, Серкио на развороте, все-таки увидел своего оппонента, Шангарес понимает, что сейчас он имел возможность убить своего оппонента, но понимает, что лучше просто взять и уйти в тупую, но теперь есть по нему информация, откидывает он Молотову на вентиляцию, и Фагли, соответственно, зайдет теперь уже с другой стороны, и Шангарес один против двух, у двух его оппонентов уже появляются вместо СЗ-шек калаши с эмками, и у Шангареса, у меня для него плохие новости, на самом деле, потому что смог есть на бомбу, даже если бы Серкио сейчас не снимал Шангареса с контрола, то в любом случае Серкио скорее всего очень просто через смог бы это сделал, точнее раздифузил бы бомбу. 13-15, 14-15, Энерджи цепляются за последний шанс, и вот теперь у Мисс Фитс очень тяжелое положение, в котором, например, ЦЗ-шка появляется, а у Манека Лол, они там даже раскидать не смогут девайсы, да, не смогут, получается, у них будет три девайса полноценных, и какая-нибудь ЮМП-шка или ЦЗ-а от Деву-Дуэка. Ну что ж, смотрим, последний раунд или допы, или победа команды Мисс Фитс, причем у нас у террористов уже чувствуются проблемы по экономике, из-за того, что они постоянно один берут, один отдаются, расшатали свою сильную экономику, потому как они там брали много раундов подряд, да, три подряд была такая ситуация, и в принципе по пять, по шесть тысяч было, но это уже все в прошлом. П-25 Девуэка, Чешка от Амонека и три АК-47-ых. Стоят, ждут, халдят, думают, авось кто-нибудь будет пушить, но я думаю, в этом раунде Энердж уже не будут рисковать, они скорее всего встанут и просто будут ждать своих оппонентов. Но раскидочка, наверное, у команды Мисс Фитс есть хорошее в активе, они не раз нам показывали, что на Аплент они заходить могут. Да, есть такое дело, как раз таки, что касается в принципе улицы, мы видим то, что американцы очень обожают эту точку. Возможно, как раз таки то, что в ней больше пространства и больше маневренности, потому что с Сикрета ты можешь выйти что на Б, что на А, обратно на улицу зайти, например, можно и вентиляции хорошо законтролить. Так что, что Энерджи, что Мисс Фитс очень часто обудят именно эту часть из пункта, постоянно закидывает этот дабл смок от красного, заходя на Сикрета. Дэвудуэк будет опенером у нас, по той причине, что у него по 250, и, соответственно, его не жалко разменивать на мясо, и именно Дэвудуэк будет подставлять свою личико первым. Дабс тем временем у нас находится на Токстике, это интересная позиция, с нее не особо много чека можно сделать, он как раз таки говорит своим тиммейтам, чуваки здесь где-то молик, откидываются флешки, все остальное, и Мистовицы, судя по всему, собираются именно сюда прийти. Анж напарывается на молик, вентиляции неприятно, Дабс, и еще сидит контролит, нужно открывать двери, открывает, убивает Шангара за шикарный маневр от Дабса, при этом всем совершенно непонятно, почему Мистовицы вообще не зачекали эту точку, слишком наивно они сейчас ставили бомбу, и за это могут получить себе допы. Ну, с другой стороны, 3 в 5, и по хп проблемы, правда, ДВД падает, Шазам и Сик, два калаша постараются затащить этот раунд, не знаю, удобна ли бомба для террористов, Шазам падает от церкви, это последний Сик, но не судьба. Это допы, друзья, вот первая катка, и сразу же допы, 15-15, Энерджи против Миссветс, противостояние продолжается, ну и система у нас новая на ИСР, уже где-то месяца 2, по 3 за сторону, но при этом 16 тысяч. Долларов, соответственно, бай в каждом раунде, и никаких больше цзшек и дезертыглов. Замечу, что на правильном матче, который играет оптики, на которых мы, соответственно, попадаем, уже идет вторая карта с счетом 5-0, оптики выиграли первую, соответственно, сейчас обыгрывают своих оппонентов уже на второй, так что оптиков мы точно в следующей карте увидим, просто вопрос против кого, против Энерджи или против Миссветс. Десятичные допы. Оптики еще смогут, наверное, еще смогут изучить, ребят. На игру, да. Да, а что значит изучить? Я уже не сомневаюсь, что они, в принципе, готовы к любому оппоненту из Америки, то есть 100 пудов демки просмотрены тысячу раз. Опять же, мапулам, согласись, эти команды вообще не отличаются. То есть, как там Миссветс играют, Детрейн уже полтора года назад начинали, так и продолжают. Независимо, и какой там состав, что они делают. То есть, очень-очень маленькие мапулы, и очень редко меняющиеся мапулы в данном регионе позволяют изучить чем закончится карта Денюк. Будут ли это одни допы или, ребята, до утра тут будут рубиться. Напоминаю, что мы с Дмитрием сегодня работаем для вас три best of three матча. В данный момент смотрим Energy Misfits, потом победителя этой игры против, скорее всего, оптиков, которые побеждают у каких-то топ-10, наверное, Северной Америки. Ну и размен на улице. Девуэк падает, Шазам забирает церковь. Ситуация 4 в 4. Миссветс проходит снова в гараж и будут стараться снова разыграть какую-то свою комбинацию. У них, в принципе, неплохо получается выходить на нижний этаж. Ставят порой бомбу, но вот в прошлом раунде не сумели эту бомбу законтролить. Но в этом раунде есть девайсы, поэтому остается сделать какие-то грамотные выводы из прошлых ситуаций и уже наверняка брать раунд. Серки сейчас пережал, конечно, ошибся со своей агрессией. То есть, сделал один фрак, соответственно, сразу же все стволы были направлены в его сторону. Хотя, обратите внимание, не по 6, не по 16 тысяч, почему? Да, 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 10 тысяч на. Я уже обратил, просто ждал момента, чтобы об этом сказать. Шангарас вышел в минус дабс. Анж, хорошая приемка от него на мейне. Дабл спрей. Парень просто решает сейчас все вопросы. Мисфитс падает здесь, и уж у Зеба. Для него плохие новости. У меня сейчас он один против трех. Да, есть контроль над бомбой, но нет даже смока, чтобы поставить эту бомбу. Нету моликов, чтобы отзонить оппонентов на синем. И в конце концов его просто замыкает со всех сторон. 16-15. И тут как раз вот вопрос, да, с тем, что на Т-сайде еще с десятитысячными не так уж плохо играется, потому что бай стоит дешевле. Но на КТ-сайде, если вы проигрываете два подряд, то на последнем раунде у вас остаются крохи. В буквальном смысле вам приходится играть с ЭЗшками на допах. Это достаточно спорный момент. Не, ну вообще странно, почему так? Может быть это АЕМ типа Охланд, потому что, ну то есть, потому что это АЕМ с серия. Может быть просто затупили, завтыкали, мне кажется, скорее. Не, ну как-то странно, на ЕСЛе одни правила, а на Extreme Masters и другие, хотя это одна и та же организация, просто, ну, как сказать, разветвление турниров, но я думаю, что в плане допов тут должны быть общие какие-то правила и на DreamHack'е и на всех турнирах. Но, странно, очень странно, почему они снова вернулись к карману. На DreamHack'е же тоже вопросы, например, тренера, который сейчас может говорить на фристайме, а на ESL, например, на фристайме говорить нельзя. Это означает то, что все-таки организация хоть и одна с точки зрения холдинга, но холдинг, сам понимаешь, это все-таки достаточно широкое управление разных людей и разный менеджмент решает по-разному одни и те же вопросы. Вместе с этим временем, как обычно, зашли на улицу. Я уже эту улицу смотреть, честно говоря, просто не могу. Они перманентно делают одно и то же. Это второй раунд на топах, а не второй раунд на топах делают то же самое, что и делали на основном времени. И может быть, все-таки что-то сейчас изменится и мы видим хотя бы доход до девятки. Например, Шазеп! Дапсиму давал маленькие шансы, там полувыпадами чекал ситуацию. Шазеп теперь спалил свою позицию. Energy полностью контролирует сейчас все направления на всех плантах. Фагли тем временем... Ой, Аманек сейчас проиграет эту перестрелку, я уверен. Хотя... Как Фаг... Как Аман... Господи Иисусе, Аманек! Ооо, это отвратительный вот игрыш от него. Он имел нереальные совершенно преимущества над своим оппонентом, потому что Фагли даже не смотрел в его сторону в самом начале. Но Аманек в очередной раз проиграл дуэль. Он же помнишь, он играл тоже один на один против Фагли, выходя с сыром пол и тоже там проиграл. Да, было такое. Не, ну сейчас вообще непонятно. То есть, если тогда он просто выходил его в контроле, то он первый заметил игрока на подсадке и проиграл эту дуэль. Ошибки. Снова ошибки от команды Миссвиц. Более уверенная игра от ребят с командой Энерджи. И это приносит свои позитивные плоды Энерджи. Миссвиц 17-15. Это был второй раунд на первых допах. И вот он третий заключающий. Если Энерджи и его берут, а шансов у них сейчас еще больше, потому как это Галилы, Калаши и все-таки Дезерт Игл плюс одна ЦЗшка, ну тогда 3-0 и один всего лишь раунд за атаку. Но на нюке, может быть, соберутся Миссвиц во второй половине и тогда действительно будет заруба довольно долгая Аманек. Рашет с тиммейтами просто рампы. Фагли не ожидал, видимо, такого наглого и довольно простого решения. И теперь на Б-пленте никого у нас нет. Подходят все ребята из команды Миссвиц и буквально через несколько секунд установят плент. Да, Анж пытается контролить, но при этом все, ему надо не умирать. Самое главное дотаться своих тиммейтов и уже делать ретейк 4-5, потому что если он здесь погибает, он решает шансов и углов в свою команду. Серкио выносит Сика здесь. Шазам тем временем просел до 10 хп, пытается с Дезертыглом Мансевать. Тем временем, скорее всего, здесь прикончат, что набегает на Токсик, но ему не дают это сделать до самого конца. Аманек тем временем подпушил Бриза. Бриз к этому был полностью готов. И теперь два игрока на вилке теряют собственную жизнь. Энерджи шикарнейшим образом делают этот ретейк. И это 18-15. Несмотря на хорошее начало от Миссвиц с Рашем на рампы, продолжение раунда было на самом деле достаточно слабым. Ну и индивидуальное исполнение мы видим у Энерджи. Пока что хромает. Хоть и фрагов достаточно много, но то же самое Аманек, постоянно проигрывающий рампы. Та же самая стрельба Шазама. Кстати, вот по поводу Шазама очень странно видеть его в такой форме, потому что для второэшелонного снайпера этот парень очень стабилен. Ну, он мало того, что самый опытный игрок у Миссвиц, и сколько я бы не наблюдал, он и в конквестах хорошо играл, и впоследствии это были... Кстати, что потом конфликты были... Господи, как же их переименовали. Не помню, короче, как переименовывали. В общем, в конце концов он дошел до Миссвиц, да, и все это время, покуда я комментировал, он всегда был человеком достаточно стабильным. Вот. Но сегодня снайпер набивает очень мало, у него там что-то типа, по-моему, 15 фрагов, что ли, было, или что-то около того, или 19. В общем, мало, мало по сравнению со всей своей командой. Ну и 15-8, и всего лишь в одном шаге Энерджи от того, чтобы забрать чужую карту. Это очень важно для них. Ну и вообще, в принципе, на АМОК, конечно, любая команда из Америки хотела его поехать по той причине, что надо показывать себя у себя дома при поддержке зала. А чемпионат один из самых больших, как вы знаете, это традиционные два АМОК в год. Ты видел, что Фагли сейчас поставил на разыгробке? Ты Мишев с прыжком? Да, он просто падал сейчас с внешки над пристройкой и затащил. Ну что, 18-15 в пользу команды Энерджи. Команде Мислиц нужно брать три раунда подряд. Играют они за КТ. Это маленькое преимущество в этой нелегкой ситуации, но посмотрите, как действуют террористы. Из-за того, что 10 тысяч никакого ВП, это 5 калашей, это 2 арморы и раскидка. Соответственно, если будут ставить бомбу хотя бы в одном из раундов, хватит на подобный бай три раза подряд. И, соответственно, это три хороших шанса на карту Денюк. Но АВИК есть у защиты, поэтому АВИК, в принципе, может их клацать. Посмотрим на Шазама, сумеет ли. Тем временем, раскидка улицы. Давс погибает, заходя в пристройку. Выход от Шингареса. Деудуэк ловит церковь. Ситуация 3-4. Преимущество ребят из команды Мисвец. Фагли с АК-47 при этом готов принимать будку и двери. Аманек не попадает по Анжу. Тот выживает, заходит в ангар. И, ну, с одной стороны, у терров неплохие позиции, но при этом в спину Шазам только что мог забрать Бриза. Тем временем, выход через пристройку. Деудуэк ловит Фагли. Брис отвечает. И теперь вся надежда, наверное, на Анжа, который стоит в ангаре, но к нему в спину заходит один из игроков защиты. И, скорее всего, Анжа погибнет. Да, это первый раунд за командой Мисвец во второй половине допов. Ну что ж, начинается мини-комбэк. Энержи, в свою очередь, сейчас все равно будет, конечно, байить. Ну и АВП от Шазама. Вполне возможно повторится вот эта ситуация, если Энержи сейчас проиграет раунд с тем, что экономики не будет уже в свою очередь у них на атаке. Да, будут какие-то опять полубаи, П250, ЦЗ, Хидиглы, вот это все. Ну и сейчас, конечно, нужно взяться полноценно энергичным, если они хотят вопрос этот полностью закрывать. Раунда быстрого я, наверное, здесь не предвижу. Да, опять же, играть они будут стопудов сейчас просто здесь под контроль на всех частях карты. Анж начинает просто спрейить по всем направлениям. Дабс открывается. С Белоснежки. На самом деле, вот что касается Дабса, даже нет такого ощущения, что этого парня взяли из... Точнее, что этот парень когда-то играл в оптиках, согласись, да? То есть на уровне второй эшелонки он смотрится хуже даже, чем его тиммейты. И это странно, потому что в какой-то момент Дабс играл за очень-очень сильный коллектив. Ну, мало ли, не знаем мы, может в личной жизни что-нибудь происходит как-то часто бывает. Там, не знаю, девушка, мальчик. Познакомились, полюбились и в итоге отвлекается пока что тот или иной игрок. Ну, вообще, мотивация это сильная штука и не всегда она на должном уровне у того или иного игрока. 18-16 пошла у нас раскидка во втором раунде. Раскидывают улицу, при этом никого, я так понимаю, на улице мы не увидим. Ребята заходят через двери и будку, атакуют Аплент. Там у нас по меньшей мере три человека, однако хорошая раскидка, но при этом Шангарес отличная позиция, его замечает, ошибается Шангарес, это шанс серьезный для команды Энерджи. Фагли ловит Дэвудуэка, Сик отвечает, делает два минуса, Бриз и Фагли падают вдвоем против троих. Серк просел прострела Анджи, этот коктейль Молотова, Анджлова и Томанека и все-таки Сик выручает команду Миссец. Это трипл килл на Апленте и 18-17. Ну, по раскидкам стратегия выглядит так, что Энерджи уже делали это на основном времени, да, это два смока на улицу, на красный, это типа фейк того, что они как бы заходят там на Бэплент. При этом всем Фагли до самого последнего момента стоит на крыше, его тиммейты стоят у Аплента, у выхода синего и одновременно двери и он кидает смок, заключительный, самый последний смок на мейн, отрезая таким образом возможность защищаться игроков на улице. И вроде как Энерджи все это снова исполнили, при этом в основное время, напоминаю, у них этот раунд получился хорошо. Не помню, правда, завершился ли он все-таки победой, но я точно помню, что там ситуация была один в один, то есть либо победой, либо достаточно близким раундом. Здесь же, в свою очередь, мисфицы полностью все предусмотрели, перекрыли и сделали все очень качественно. Судя по всему, нас ждет 3-0-3-0, да, то есть мисфицы отдали полностью первую половину допов, Энерджи вторую половину допов, скорее всего, здесь тоже могут отдать, просто потому, что у них сейчас нету большого количества раскидок, у них есть только 4 калаша с эзехой, 4 смока, в принципе, это играбельный сетап, да, если грамотно распределить все эти дымовые и попытаться обмануть противника, ну или, с другой стороны, можно просто поставить, например, Фагли, чтобы он пропушил Аманека, потому что что-что, но вот Фагли выигрывает всегда в дуэлях на рампах с Аманеком, будь в защите, он будь в атаке. Ну что ж, выход, пытался организовать дабс по даблент, или просто вычислял как раз-таки Сика, но тут Сик был немножко быстрее, ребята из команды Энерджи просто падают по одному, снова Сень на улице, Шангарес прекрасно видел и понимал, что вот-вот на него выйдет оппонент, он выбирает Анж, делает хотя бы какой-то размен, но это все не работает. Анж, еще один килл, он остается один против троих, и на верхнем этаже Дэвуду Бэк ловит Анжа. 18-18, это снова допы на карте Дэнюк. Шикарно просто. Парни играют, конечно, я имею в виду с точки зрения исполнения последнего раунда, это что-то с чем-то было. Мало того, что парень без каких-либо флешек открывает мейн на шифте, а Фагли, например, прыгает на свече в момент выхода с рампов, вместо того, чтобы просто по-человечески держать калаши и стреляться с оппонентом, учитывая углы. Ну и все остальные смерти были примерно похожего качества. Ну что ж, бывает, залили немножко энерджи на атаке, сейчас, соответственно, с этим будут вторые допы на ваших экранах. Напоминаю, что это первая часть первого БО-3 за сегодняшние три БО-3, которые мы с Арсением комментируем. Если вы хотите посмотреть всю остальную сетку, можете зайти на ХЛТВ, найдете там альтернативные стримы, скорее всего, не очень русские, но я не думаю, что для вас это большая проблема. Тем временем, на паральных трансляциях у нас Силджи обыгрывает Темпо Шторм в Халамину, уже вторую карту, хотя, подождите, нет, Темпо Шторм выиграли первую карту. Кстати, Темпо Шторм это команда шведская, то есть полностью переехавшая в Америку шведская молодежь, которая пытается заполучить себе слот. И я вам скажу, кстати, что это очень классная и перспективная система, то есть брать молодых пацанов из Европы, полностью перевозить их, ну, например, в Швеции, Дании, да, то есть из стран Counter-Strike, перевозить их всем составом в Америку и пытаться заполучить себе слоты на квалификациях американских, потому что на европейских они физически, конечно, не смогут показать какой-либо уровень против того, что сейчас выступает в Старом Свете. Смотрим дальше. В любом случае, кто-то должен стать победителем на этой карте Денюк, скорее всего, тот, кто сейчас сможет совладать со своими эмоциями, тот, кто сделает как можно меньше ошибок, как раз-таки и победит. Но, честно, я не могу предположить, кто это будет, потому как ребята играют карту за одну сторону и полный провал по второй половине. Простреливает пока что Анж верхние этажи, разбивает окна. Соответственно, нужны эти окошки для того, чтобы раскидать скорее всего верхний плент, но минуты 20 до конца, времени довольно много у террористов и снова Энерджи предпочитают играть без АВП. Хотя, это Энерджи, тогда это были ребята из команды Мисвиц. 5 АК 47-х плюс огромное количество раскидок и коктейли Молотова. 5 штук. Ну, я так понимаю, это будка, это вентиляция и так далее. Вот они, эти банки. При этом Дабс откидывает коктейль Молотова на улице, готов заходить через пристроечку. Рядом с ним пока что никого нет. Идет флешка на улице. Дабса никто под нее не забирает. Дабс начинает действовать. Фагли в будке коктейль... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! По-своему тиммейту чайно проредил. 50 хп остается. Дудуэк неплохо отыгрывает на планте. Как немножко растерялись и потерялись Энерджи. Выход через будку. Минус Фагли, минус Церк. Анж 1-4. Рафлирует, конечно, Энерджи. Особенно Фагли. Зашел на мейн, прошел смок, вернулся обратно. Дал по голове Церке. Тот, конечно, остался с 25 хп. Там совершенно недовольный Анж. Выходит с девятки. Но атака очень сомнительная с обеих сторон. Энерджи продолжает уже напоминать четвертый раунд в атаке от них подряд. И все эти четыре раунда выглядят совершенно бесперспективно. Наверное, самый перспективный был, где они просто делали массовую раскидку в сторону улицы, а потом заходили на план, закидывая смоком мейн. Это все, что вообще было хоть немного осмысленно. Энерджи явно закончились раунды и закончилось желание играть командно. Согласись, они пытаются что-то постоянно аркадить, тупо по одному, выходя с разных сторон и получая по щам в ответ. Ну, еще две попытки как минимум есть. Моя попытка номер пять. Давайте посмотрим на статистику. Тридцать фрагов у Фагли. В принципе, почти одинаково идут обе эти команды. У них есть четыре, скажем так, лидера. Шазам остается у команды Энерджи... Извините, Миссвец, но это один из там некогда лучших снайперов Северной Америки. И АВП на нюке, видимо, не самый лучший девайс. Ну, по крайней мере, пока игра у него не идет, хотя мы видели там неплохие мувы, но опять же этих мувов было довольно мало. И 17 фрагов у Дабса, которого я уже отметил. Опять же, конкретно в этой игре с негативной стороны, потому как раньше Дабс играл намного лучше. Но, может быть, это конкретно эта игра. Сиг заходит в спину, друзья, выходит через бутину, но залазит на железо. Фагли моментально делает минус, а Манек тем временем стучит на помощь. В аквариуме забирает моментально Анжа. Ситуация 4 в 4, но выход на верхний плент. Да, Манек хорошо сейчас все сделал по поводу контролрума, при этом все, он продолжает пытаться что-то там чекать на Б-планте. Выходит, в свою очередь, на улицу. Фагли смотрит рампы и Дабс есть у него возможности информации по Шазаму, убивает у него в голову, дальше контролит мейн и Серки минусует с Шангароса. Короче, вместе с полностью потеряли здесь инициативу, отдаются 1x1, не получается у них как-либо командно выйти с разных сторон одновременно с одинаковым таймингом, а Манек кидает флешку себе в лицо и погибает. 19-19, друзья, Энерджи хотя бы один раунд исполняют, исполняют они ее на основе ошибки Сика, который пропушил синий, мог бы там сделать пару фрагов в спину своим оппонентом в двери, но, как вы видели, ему просто сели на голову на лестнице. Такое случается. Я думаю, это будет третий доп сейчас. Да, это выглядит очень сильно. Один взяли сейчас Энерджи, скорее всего Мислицы тоже возьмут один теперь и будем действительно до самого утра комментировать матч Энерджи Мислицы, а нас потом ждет еще победитель против оптики, оптики скорее всего уже доиграли в своих матчах. Не, не, они сейчас 10-4 идут по второй карте. Совсем скоро, я думаю, как раз перерыв когда пройдет уже после этой карты они будут сдать целую карту. А тут еще это P103 серия выход через нижний, Шазам эмитально падает, Церк неплохо наказывает Дуэка, Дапс врывается в вентиляцию минус Шангарес, решили быстро сыграть Терры, по крайней мере в этой ситуации. Может быть получится? Нет, Манек жмет минус Санши Церк, разбирает просто всех на нижнем этаже, Бриз погибает, Фагли один против двоих, минута времени до конца, по Фагли нет никакой инфы, но защита может просто-напросто контролировать бомбу. Тотальная жесть, конечно, случилась, Фагли неплохо. Ну и теперь он против Амонека с 9 хп, это снова вот это противостояние рампов, только теперь не на рампах. Но эти игроки, напоминаю, на одной и той же позиции находятся и у своих команд. 9 хп, ну давайте посмотрим конкретно за Фагли. Амонек уже себя показал очень круто, сейчас он стоит на токсике, Фагли соответственно надо будет вычислить своего оппонента. Где там бомба? Бомба на контрол, причем бомбу Амонек не смотрит вообще, то есть он смотрит только одну позицию из своей дырочки, Амонек палится прыжками, палится тем временем еще и ходьбой, может быть стоит просто убежать на А? Да, так Фагли и делает, он просто уходит, нет, нет, да, да, через вентиляцию попробует убежать ставит бомбу, с точки зрения денег замечу бомба вообще не имеет никакого значения, потому что это последний раунд первой половины вторых допов, но, при этом всем у Фагли имеется молик и флешка, как только он поймет где находится оппонент, возможно даже не надо понимать где находится оппонент, у Амонека нету смока для того, чтобы потушить молик, и если у Фагли получится откинуть это молик, то есть шанс, что у него будет хорошие возможности на взятую, начиная на то, чтобы взять этот раунд, Амонек понимает, потому что бомба стоит под мейн, и он пытается просто присосаться до конца, боже, как же рисковал он, да уж, как-то он, это знаешь, как это, про не фейкует, вот он сейчас не фейковал, да не, но странно, хотя, понимаете, я знаю, на что он ориентировался, он получил инфу, что его оппонент красный, и скорее всего, он думал так, если он красный, он, наверное, побоится выйти, если я начну дефузить, и вот, в принципе, его логика мне понятна, но, в конце концов, фанкл этот раунд взял неплохо, команда Energy повела в счете 2-1 за террористов, а вот теперь, все-таки, может быть, и не будет еще одних допов, мне кажется, Energy существенно себя приблизили к тому, чтобы все-таки выиграть на гаде Данюк. Согласен с тобой, здесь этот раунд один из решающих, при этом всем, Амонек вытащил своей команде этот раунд, и сам же его слил, по той причине, что мы помним, что на самом деле атака от Energy уже была очень-очень перспективная, там 2 килла просто вынесли. Да, Амонек там классно зажал, сделал 3 килла, но в итоге, в конце концов, ключевой момент, он не сумел затащить. Согласен, 2019, друзья, начинается у нас вторая половина вторых допов на карте Данюк между Energy и Misfits, и Energy нужно взять 2 раунда, чтобы победить на этой карте. Да, ну и скорее всего, мы увидим что-то дефолтненькое, по той причине, что Misfits рисковать, соответственно, не будут особо Energy, в свою очередь, понятное дело, будут стараться играть более-менее пассивно, потому что тоже подпушить куда-то и получить минус на одной из позиций. Кстати, вот он раш на рампы, я был неправ, это не дефолт, это раш именно сюда от Misfits. Серки при этом все, находит свой первый фраг по Шазебу, Сик, контролит, возможный выход от Анжа, но Анж молодец, Анж все понимает, он играет супер пассивно, посмотрите, что сделали Energy. Получив open-фраг, Серки не стал повторять своих ошибок на основном времени, где он постоянно пережимал и дальше начинал пушить по позиции, где его ждали и получал на себя размен один-в-один, таким образом, не добавляя позитива для своей команды. Анж, в свою очередь, контролится под девяткой, не выходя на рампы, и Misfits, находясь на этой позиции, сейчас, играя пассивно, не получает от этого вообще никакого плюса, потому что Energy полностью готова к приемке B-планта со всех сторон. Отличный молик, да, забивает Аманека, разрывает лицо Сику, интелляции, Energy всех контролит, полностью, со всех сторон. Очень крутой дефенс, очень ответственный дефенс, я бы сказал, напоминающий фейс-клан на Нью-Йорке. Не, ну ты прям уже сравнил. Не, ну я имею в виду с точки зрения не стрельбы, а с точки зрения дидисциплины, то есть рисунок игры именно такой. Да, неплохо сейчас сыграли, классно сыграл снайпер, один килл ушел сразу вниз, потом никто никуда не лез, ждали просто выхода, Dubs попадает в хэд, тоже прячется, уходит, в общем, скажем так, террористы шли и где они высовывались, получали много-много дэмэджа, кто-то погибал, кто-то выживал, но был красным. Естественно, просто не давали шансов ребята из команды Energy в прошлом раунде. Но если так же сыграют в этом или в следующем, тогда, скорее всего, победят Energy. Напоминаю, осталось сделать один раунд, дабы одолеть все-таки Миссис и перенести их плавно на карту до Инферна, на которой, может быть, у Миссис шансов будет побольше. Откидывают ребята за Т много гранат, на улице действует ДВД Уэк, Фагли играет на дефолтной позиции, его никто не чекает, пытается Фагли уйти, у него получается, террористы отдают эту позицию, и Фагли, в смысле, может оставаться за красным или уходить под свои какие-то банки. Он предпочитает уходить. Опять же, стопроцентные действия от ребят с командой Energy, и они уже в одном маленьком плюсе. 5-4. Мне реально интересно, где были Energy на протяжении всей этой карты. С точки зрения именно решений, да, то есть, сколько уже два раунда подряд мы видим Open Frag, и после этого Energy уходит. А если вспомнить основное время, тот же самый Серкию на Сикрете, допустим, выходит против Красного, дает свой фраг, потом снова репикает буквально через несколько секунд, и его тупо ловит. И так постоянно мисвицы получали халявные размены на Energy, потому что Energy продолжали агрессировать. И сейчас вот что сделал то же самое Фагли, сделает фраг, сразу же уносится по две свои флешки через Makina Secret. Тем временем Дабс все-таки погибает от Shazama. Тот все сделал очень грамотно, вышел. И Дабс, возможно, стоило немножко более пассивно сыграть на этом чеке, то есть полувыпадами играть, давать просто информацию своим тиммейтам, при этом не давая возможности отстрелить себя. Но он вышел широко, ошибся, бывает, случается. Фагли тем временем контролит своих оппонентов через вентиляцию. Мисвицы, судя по всему, хотят выйти именно на мейн. Бриз контролит 9, Сангарас выходит, дает свой фраг, Бриз разменивает своего тиммейта, контролит Аманека, но Аманека, в конце концов, выживает, дает 2 кила. Фагли один в углу, заперт полностью. Боже, что творит Фагли? Божечки, что Аманек прыгал? А, Аманек прыгал, потому что времени не было, да? Бомбы там не было, да. Бомба была на пленте 3 секунды, и он был перед будкой, он бы не успевал и в любом случае установить, там пытался найти соперника, но, видимо, Ор высший гор в тимспике, и он своего соперника искал где-то в вентиляции, хотя чувак был просто перед дверью, если бы ребята прислушивались друг к другу, тогда, возможно, шансы были бы у атаки. Ну что ж, это победа, ребята, из команды Energy. Поздравляем. Первую карту они забирают, следующая Дейн Ферна, Best of 3 серия. Еще далеко не все ясно и не все потеряно для команды Миньи.